Всем привет, всем доброе утро! Я помыла голову, у меня здесь маску. Я уже закрутила себе, потому что у меня такая прическа. Пока попробуйте посуду. У меня тут от завтрака осталась посуда. Хочу помыть ее вручную. Посудомойку не буду загружать, потому что не так уж много. Так что будем приступать к рабочей неделе. Девочки, хочу сказать вам огромнейшее, огромнейшее спасибо за то, что вы помогаете, советуете. По поводу компота я все поняла. Спасибо за слова поддержки. Очень много слов поддержки. Очень приятно, безумно, безмерно вам благодарна всем. Спасибо вам большое за поддержку, за обратную связь. Я сейчас буду заниматься делами. Димчик пошел в садик. Не знаю, что это у него вчера было, какая была температура непонятная. Сегодня все нормально, вчера вечером все нормально. Гуляли, все хорошо, аппетит прекрасный. Странно, не знаю, что произошло. Так, Соника у меня спит. Я буду мыть посуду. И сегодня, я не знаю, какие у меня планы. Посмотрю, как Соня будет себя вести. У нас сегодня холодно. Утром было 12 градусов. Не знаю, когда нам дадут отопление, потому что аж в ух. Ночью у нас не было света. Сейчас свет нам дали хорошо. Так что мы греемся. И поехали. Будем убираться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девочки, хочу вам быстро показать посылочку Софиина. Это не Картерс. Это я заказывала ей такие колготки детские. Let's go. Я вам напишу, скину сайт, с которого я заказываю. Но я заказываю через посредника. Потому что у нас доставки в Крым нет. Возможно, кто в России. Happy Wear называется. Очень хорошее качество. Шикарные колготки. Вообще недорогие. В районе, по-моему, 150 рублей. Но качество просто шикарное. Такие тепленькие махровые заказала. Вот это фирма Crocket. Тоже такие вот заказала темные. Как под джинсу они идут. Потому что тоже там или под сарафан, или под что-то будет надевать. Crocket. Качество шикарное. У меня Дима носит эти колготки. Пижамы Crocket. Футболки. Sony Body Keys. С этого сайта. Очень демократичные цены. Очень хорошие. Мне безумно нравятся. Колготки уже брала. Колготки не садятся. И вот такие еще взяла. Тоже лукоморие. Они немножко садятся. Вот такие вот. Видите? Тоже все по размеру идут. То есть они идут размер в размер. Не большие мерят. Не маломерят. Очень хорошие. Такие взяла тоненькие. Тоже куда-нибудь на выход. А махровые вот сейчас даже дома ходить, пока у нас холодно. Так. Дальше. Carters. Ну, вы знаете, да? Бодик с длинным рукавчиком. С кошечкой. Такой. Дальше. Еще один. С котиками. Что мне нравится? Carters вот для малышей. В том плане, что можно заказать там пять бодиков, да? Они идут. Очень выгодно. Такие штанишки. Ну, штанишки на нас будут великовато. Десять. Девять месяцев. Но они прям большеваты на нас будут. Ну, такого будет. Она цвета, как пижамка. Дома бегать чуть-чуть попозже. Мышка, ходи. Мыш. Так. Дальше. Еще вот такие вот штанишки. Все. Видите? Все розовое. Но это кошмар какой-то. Я уже говорила не раз, что до беременности Сони я терпеть не могла розовый цвет. Сейчас я его просто обожаю. Так. Еще. Это таким набором шло. Видите? С котиками. Шикарное качество. Шикарное. Не садится вообще. Я сейчас нашла еще бодики, которые носил Димка. Сейчас Сонька одевала даже штанишки, которые носил Димка. Обалденные. Вот такой еще бодик. Тоже котики мороженки. Все это я взяла на девять месяцев. Чуть-чуть на вырост. Нужно сейчас зимой бегать, дома бегать. Вот такой шикарный просто. Ну, видите? Все розовое. Посмотрите. Все розовое. Так. Это с коротким рукавчиком. Я люблю папочку. Так. И еще вот такая. Что-то оно такое у нас какое-то помятое. Ну, оно все помятое, потому что лежало у меня все. Видите? Все помятое. Не очень красиво, конечно, смотрится. Девочки, ну извините, потому что все лежало вот так вот в пакете, скомкано в шкафу, потому что ничего не разбираются. Так. И вот такие вот классные штанишки. Вот такие вот, видите? Тут зайчики или котики, кто это видит, с такими ушками. Просто прелесть. Ну, все знают, да? Картерс это, конечно, одежда шикарная, качество шикарное, яркое все. Мне очень нравится. Я Димку одевала, наверное, до двух лет или до трех лет. Я заказывала там футболки. Бывают такие распродажи, там футболка по 3 доллара, там такого плана по 4, по 5. Это все равно выгодно, чем, например, покупать у нас в магазине. То есть я набирала ему кучу футбола, кучу шорт детский. В чем плюс вот таких вот для малышей, там идут комплект. Например, двое штаников, там двое шорты, там бодики по 5 штук, по 3 штуки, да? То есть как бы это очень выгодно на самом деле. Даже несмотря на то, что мы заказываем с наценкой, да? Мы заказываем только через... Мишель пристает к Софии. Мишель. Соня, ты ее не трогай. Вот, поэтому очень выгодно все это получается. Все, что Картерс я люблю, обожаю. Люблю еще Некст. Но сейчас Некст я не заказываю, потому что у меня вот... Я ждала Картерс. Вот так вот. Привет, скажи. Привет. Мама тебя укрыла? Укрыла? Мою маленькую булочку вот такую, да? Маленький пирожочек. Соня. 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 Очень серьезно. У нас Димка всегда улыбался, всегда этот Соня у нас очень серьезно. И по поводу мышки. Вы опять начали спрашивать, что это за порода. Это волосатое чудовище наше. Видите, ее надо подстригать уже. Это Шицу. Это у нас девочка. Ей в январе будет два года. Да? Безумно ласковая собака, такой маленький плюшевый мишка, хорошая собака. Мы гуляли, когда она была чуть поменьше у нас. Когда я была не беременна, мы с Димкой ходили, гуляли на улице. Она у нас приучена была к улице два раза в день. Она вообще спокойно выдерживала. Мы гуляли с ней. Сейчас, когда я забеременела Соня, уже было тяжеловато. Нет, еще беременная Соня, я ходила с ней гулять. Потом ее обратно приучили на горшок. Вы видели, я вам показывала, как бы этого не стесняюсь. У нас горшок стоит в коридоре. Горшок моется. Она точно так же ходит два раза в день на горшок. Сразу же я мою, обрабатываю. Либо сифом, либо вот этим фаберликовским для ванны. То есть оно идет с антисептиком. Все это хорошо моется, обрабатывается. То есть горшок, он не пахнет ничего. То есть если собака у вас не болеет, и все в порядке, никакого запаха нет. От собаки запаха нет вообще никакого. Может, я такая, я так смотрю, она прям аж ужас какой-то. Надо подстригать уже срочно. От собаки запаха нет. У нее не шерсть, у нее волосы, я уже рассказывала. Ну вот кому интересно, да. Волосы вообще, ни одной волосинки в квартире нет. Волосы только мы и лезут. От нее никаких волос нет. Ну вот, кушает мы сейчас. Спасибо большое, мои подписчицы. Тебе привет. За рекомендацию корма. Мы действительно, мы поменяли корм собаке. Этот корм, конечно, немножко дороже, чем который мы брали до этого. И, девочки, я вам скажу, что проблем никаких не стало резко. То есть корм ей подошел, она прям прыгает на этот корм. Она безумно... Вот были проблемы с кормом, были проблемы у нее с поджелудочной из этого корма. Мы подобрали корм, все, проблемы у нас исчезли. Поэтому собака счастливая, довольная, все прекрасно. Собака очень любит детей, безумно. То есть вот она с Софией, она вообще не трогает. Зимка, они бесятся, они играются. Они играются, потом она от него убегает, потому что она устает быстро. Соня, они играют тоже вместе. Она с ней рядышком может полежать, поспать. То есть детей она не трогает, и я могу оставить спокойно, и знаю, что ничего не будет. Вот. Так что, кто хочет, конечно, порода шикарная, она преданная, она... Ну, они немножко дурные. Ну, может быть, это нам так, конечно, попалось. Ну, девочки, это не... Ой, как они называются? Нью-Йорки. Йорки. Это Нью-Йорки, которые именно гавкают. Вот, да, она гавкает, когда приходят люди, она может лаять, когда звонок в дверь. Такое есть, ну, понятно, это собака. Но без повода она может лаять, когда она хочет кушать. Она может выйти. Вот Димка, когда играет, вы слышали, да, на гитаре или там этот, она... Или когда София плачет сильно, она воет. Но это не так, как, знаете, вот собака может просто без повода разрываться. Нет, такого у нас нет. То есть собака, это именно, мне кажется, для семьи шикарно. Единственный минус. Ну, опять же, это, возможно, не минус, а может быть и так, это стрижка. То есть эту собаку нужно подстригать примерно каждые там три месяца. Ее можно не подстригать, ее можно вычесывать. У нас было такое, что мы... Видите, лежит Соня и трогает ее, да, Соня? Мы отпускали ей хвосты, я ей закалывала. Здесь у нас были бантики, косы, все это. Пока я была беременна, мне было время. Потом я пришла, говорю, давайте стригите ее полностью, потому что у меня не будет времени на то, чтобы ее подстригать. Так что не подстригать, а плести косы. Поэтому мы ее стрижем. Стрижем ее сразу коротко. Она, правда, замерзает первое время. Потом она вот так вот отрастает, отрастает. Вот у меня где-то видео там есть. Ниже вы можете посмотреть, наверное, первое наше видео, когда мы ее стригли. А когда мы ее стригли? В августе, что ли? Или в сентябре? Наверное, в конце августа. В общем, короче, вот она подзаросла. Мы ее пока не будем стрижать. Возможно, мы перед Новым годом ее подстрижем. Вот. Ну, просто тоже не хочется, чтобы ей было холодно. Так что вот такие вот дела. Вот такая собака, прекрасная собака. Моется она, можно мыть обычным человеческим шампунем. Обязательно использовать бальзам. Надо, потому что у нее волосы. И обязательно сушить феном, потому что, сами знаете, как волосы плохо сохнут, и она прям ходит и замерзает. Поэтому не надо покупать, для них продаются специальные шампуни. Нет, вы просто обычные свои шампуни разводите водой и моете, и не тратите на это никакие деньги. И точно так же бальзам развели, помыли и все. Морду мою чаще, потому что она кушает, и усы тут пачкаются, ну, как бы не критично. Так что, кто мечтает о верном друге, прекрасная собака, это она сейчас кажется, 5 килограмм она у нас весит. Она сейчас кажется такая прям увесистая. На самом деле она маленькая, такой маленький комочек. Да? Такой маленький комочек. Так что все, девочки, опять наболтала вам кучу всего. Это она спит, и ей что-то снится. Да она гавкает так во сне. Мышка, что тебе снится? Я хочу сейчас приготовить капусту. Опять я засолю капусту. У меня рецепт капусты есть. Видео ниже. Сейчас я натру морковку, нашинкую капусту и сделаю вот такое для пластикового ветра. Я показывала. Хочу, потом попросил, сказала, очень понравилось. Естественно, капуста получилась очень вкусная, поэтому буду... Ну, из-за того, что у нас холодно, у нас капуста готовится где-то дней 5, наверное. У кого дома тепло, вообще быстро приготовится. Так что, поехали. Так, у меня здесь еще волосы сохнут. Я в таком виде. Капусту я нашинковала. Сейчас я делаю рассол. На 2 литра воды 2 столовые ложки соли и 2 столовые ложки сахара. Сейчас я все хорошенько перемешаю и залью свою капусту. Делаю на 2 литра, посмотришь, сколько возможно понадобится еще мне. Сейчас хорошо перемешаю. Мы очень любим капусту. Я люблю больше красную, а Бадан любит больше такую. Вот, поэтому делаю. Хорошенько перемешать. София, моя дочь, спать отказывается. Спала 40 минут и все. Поэтому мы вместе с ней тут и готовим. Видите? Помощница моя. Да? Это про тебя рассказывает, да? Да? Это ты? Да, да, да. Носки. Где там носки? Где там носки? Я тебе солнышко. Так, все размешала, теперь буду наливать. вот 2 литра на это у меня мало. Надо еще литр где-то воды. Смотрите, на литр воды ложка соли, ложка сахара. Поэтому мне вот маловато. У меня сейчас побольше, я тогда делала поменьше, у меня ведро, это у меня побольше. Я решила сделать сразу, что еще сделаю. У меня получилось. Обязательно ставьте в какую-то чашу, потому что капуста будет сверху переливаться немножко, когда она бродить начнет. Вот я поставила здесь на кухне в теплое место. Капусту я уже все поставила, засолила. Между плясками у меня возле Софии я намешала тесто. И что вы думаете я буду делать? Конечно же блинчики. Ну не можем мы без блинчиков. Дима очень любит блинчики. Мы в принципе все любим, поэтому готовлю блинчики. Девочки, рецепта блинчиков у меня нет. Я готовлю все на глаз. Молоко, сахар, яйца, где-то пол-литра молока или литр молока. Два яйца, две столовые ложки сахара, мука на глаз. Все, я не добавляю. Я чуть-чуть масла в конце добавляю. Все на глаз делаю. Не знаю, такого рецепта нет. Можно молоко с водой мешать, можно просто на молоке. Кто как любит. Да, Сути? София сидеть не хочет, поэтому мы тут вместе. Мне надо хотя бы пару блинчиков пожарить. Димочка забрать в садик. А мы гулять пойдем? так. Соня, ой, не хочет сидеть, ребенок спать не хочет. И уже капризничать начинает. все, в общем, буду жарить и вам потом покажу. Ну, блинчики, как всегда. у нас тут блинчики, это сырники, да, Сонь? Все. Так, у нас сейчас софия перекус. Будем кушать фруктовое пюре. да, Сонь? Я вообще покупаю в баночках, в баночках у нас закончилась. Видите, как она, это яблоко. баночках закончилась, придется вот такую выдавать. Ну и что? Все, она не съедает. Она съедает буквально чуть-чуть. Все остальное доедает Димка. Либо я на два раза ей делаю. А так они с Димкой хорошо делят баночку пюре на двоих. Но он любит именно больше вот такие вот. Ну, понятно, это походный вариант. вкусно. Вкусно? Вкусно? Я буду завтра завтра овсянку дать. пюре на двоих. Вкусно? А что ты хочешь? А что ты хочешь, Соня? Ты будешь сама кушать? Не равновато ли? у нас колется, Сонечка. Давай, маме. Сонечка. 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 Вот такая у меня гора блинов получилась. Видите? Тут три слоя. Вот. И два блинчика остались так. Так что мы опять по блинам. Сонька, собираемся за Димчиком уже. Будем сейчас одеваться. Переодеваться. Да? Хм. Кто там? Соня там? Софи это. Куколка. Идем уже за Димчиком в садик. Пойдем немножко погуляем, пока погода еще хорошая. Я выходила на улицу прям очень хорошо было. Ну, на вечер, конечно, становится прохладно. Сейчас Соньку одену. Хожу в куртку. Такая у нее розовая куртейка. Маленькая зефирка. Я называю маленькая розовая зефирка. Или маленький розовый пончик. Да? Что мы собираемся на улицу и пойдем немножко погуляем. Сметана у меня закончилась. Пойду куплю сметану. На вечер поесть блинчики со сметанкой. Ой. Ой, волосы. Ой, волосы. Ой-ой-ой. 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 Волосы. Ой-ой-ой. Все. Пошли мы. Пошли мы за Димчиком в садик. Пришли домой. Мы уже покушали. Погуляли немножко. Но Сонька не заснула. Непонат пошел с ней опять гулять. А я хочу пока никого нет помыть обувь. Сейчас возьму ведро. О, как тут холодно. И пойду плохо видно, да? И пойду помою обувь. Так, я уже в ванной. Буду сейчас смывать макияж. Моя супер супер выручалочка гарнир. Мне кажется, ее все, наверное, любят. Очень хорошо снимает макияж. Экономичная. Я уже пользуюсь много лет. Я вам уже показывала, как-то покупала чистую линию. Думала, просто маленькую для эксперимента. Она мне абсолютно не понравилась. Еще у меня есть такая я вам показывала. Ну, кто новенький, не знает, вот такой вот белорусский Vitex Mousse de Makiage эффективное очищение и увлажнение. Такая пенка. Покажу вам. Видите? Тоже хорошо снимает, но с гарниром, конечно, ничего не сравнится. Вот. Поэтому сейчас буду снимать макияж. Буду с вами прощаться. Спасибо большое за просмотры. Спасибо за комментарии. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал. Всем до завтра. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok